всем привет продолжаем на работу над карпиком и мы будем сейчас работать над чешуйками краска чисто белая и просто я я взяла просто чисто белую краску развиваю немножко водичкой ну добавила немножко немножко ухарочки и сейчас мы попробуем работать с чешуйками я думаю что вот как бы можно сделать так вот такой нажимчик а потом немножко вот так растянуть нажимчик ну чтобы ускорить потому что можно конечно так более штриховательно это делали и так даже зайду там где не видно у меня чтобы сделать такой плавный переход и было более красиво можно вот так попробовать еще штриховать то есть мы вот сделали может быть даже так лучше видите я опять-таки я в процессе работы всегда экспериментирую да вот так лучше получается более естественно потому что на образце там есть такая фактура на чешуйках и она вот именно как там вот выглядит вот так вот так да вот Продолжение следует... 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 прежде всего и просто они очень лаконичны с одной стороны с другой стороны они привязаны каким-то декоративным изображением там дерево горка линии волос мы будем еще на развивать эту тему позже потому что я уже говорила что хочу сделать для вас курс по натуральной темпере и курс по поливинил ацетатной темпере чтобы все структурировать и там будут практические задания то есть это не будет как мастер-класс это будет на другом канале здесь у нас будет больше мы будем общаться как в плане того что я вам показываю как мастер-классы а там мы будем именно заниматься обучением получению каких-то навыков которые нам помогут технически владеть процессом вот у меня здесь на этой у меня на этом на этом изображении у меня получилась такая же ошибка как в работе с святым николой на бумаге где показываю поливинил работу с поливинил ацетатной темперой потому что я же говорю я давно не работала этими красками и ошибка заключается в том что какие-то свои краски у нас уже практически здесь не работает то есть они у нас есть например вот я покажу вам видите здесь чешуйки где я пишу и натуральной темперой они у меня остались то есть я могу использовать этот слой для того чтобы дальше работать и мне не нужно повторять здесь у меня по тону они исчезли просто пропали поэтому видите вот где-то я неправильно работала с с каким-то слоем то есть возможно мне нужно было сделать более прозрачный слой возможно мне его не нужно было делать вообще понимаете вот с этим всем нужно разбираться я не боюсь допускать ошибки и не боюсь их вам показывать потому что это нормально в работе если у нас не будет ошибок мы также не достигнем результата вместе с тем я не хочу это скрывать и делать вид что я такая все идеальная потому что это эти ошибки которые совершаю они вам также могут помочь в следующий раз их не совершить то есть если вы будете учитывать вот какие-то мои неправильные действия я понимаю что я распишусь я подружусь с этой краской и следующий раз я уже буду работать по-другому но вот сейчас у меня еще нет такой какой-то в голове четкой ясности по поводу того что я делаю а когда нет в голове то естественно руки также совершают ошибки вот поэтому очень важно когда вы приступайте к работе понимать что вы хотите и каким способом вы хотите этого достичь уже рука разработалась я сейчас чувствую себя более свободно чем начали можно работать так даже вот видите ли уже такими мазочками немножко ну и заодно его еще добавлю объема здесь есть какие-то вот есть такие места которые у нас выглядят как блестящие скользкие вещи не знаю как этого достичь скользкость она здесь видно за счет таких репли рефлексирующих мест вот поскольку я еще буду вводить сюда может быть какие-то другие оттенки или цвета я просто пока так вот намечу вводить сюда Продолжение следует... Вот на сегодня всё. Оставляем работу на просушку и желаю вам всего хорошего, до новых встреч, творческих удач.